Исакогорская библиотека номер 14 представляет мастер-класс по книге Бориса Житкова «Храбрый утенок». Борис Степанович Житков родом из Новгорода. Он родился 30 августа 1882 года. Родители Бориса были достаточно образованные люди. Отец преподавал математику, а мать была профессиональной пианисткой. И первоначальное образование мальчик получил дома, а затем продолжил учиться в гимназии. Житков с самого детства приклорасно плавал и даже на лодке уходил в море. Ему завидовали все дворовые мальчишки. И неудивительно, ведь он умел завязывать морской узел и с точностью предсказывал погоду, распознавал на смехом их птиц. Борис мечтал о путешествиях и, понимая, что ему обязательно пригодятся различные знания, стремился получить их как можно больше. После гимназии Житков поступил в Новороссийский университет. Воля и настойчивость помогли ему овладеть многими профессиями. Он был химиком, кораблестроителем и даже капитаном дальнего плавания. Но в 1923 году Борис Степанович переезжает в Петроград и уже через год начинает отпечатать свои рассказы. В журналах появляются его веселые детские произведения про обезьяну, компас, про слона и много-много других. Ребята сразу же полюбили его книги, ведь из них можно узнать, какой бывает истинная храбрость и дружба, о милосердии и добром отношении к животным, а также о том, как сделать шалаш или смастерить аэроплан. Умер писатель в 1938 году в Москве, а его произведения до сих пор живут и любимы многими поколениями читателей. И сегодня мы с вами послушаем одно из произведений, которое называется «Храбрость». Сегодня мы с вами послушаем один из рассказов Бориса Степановича Житкова. Борис Житков «Храбрый утенок». Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленных яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, вдруг из сада вылетала большая стрекоза и начинала кружиться над ними. Она так страшно стрекотала, что перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и улетала. После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять. Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила, должно быть наши утята заболели, что-то они ничего не едят. Она не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать. Однажды к утятам в гости пришел их сосед, маленький утенок Алеша. Когда утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться. Ну и храбрецы, сказал он. Я один прогоню эту стрекозу. Вот вы увидите завтра. Ты хвастаешь, сказали утята. Завтра ты первый испугаешься и побежишь. На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с рубленными яйцами и ушла. Ну, смотрите, сказал смелый Алеша. Сейчас я буду драться с вашей стрекозой. Как только он сказал это, вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на тарелку. Утята хотели убежать, но Алеша не испугался. Не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алеша схватила ее клювом за крыло. На силу стрекоза вырвалась и с поломанным крылом улетела. С тех пор она никогда не прилетала в сад, и утята каждый день наедались до сыта. Они не только ели сами, но и угощали храброго Алешу за то, что он спас их от стрекоза. Действительно храбрый утенок. И давайте мы с вами сейчас сделаем этого храбреца. Для работы нам потребуется бумага желтая, оранжевая, черная и белая. Линейка, карандаш, ножницы и клей. От листа желтой бумаги отрежем две полоски шириной 5 см, а длиной 21 и 17 см. Склеим эти полоски в кольца, а кольца соединим между собой клеем. Из желтой бумаги сделаем крылья. Полоску бумаги 3х5 см. Сложим поперек, пополам. Нарисуем и вырежем два одинаковых крыла. Из оранжевой бумаги вырежем две лапки. Для этого полоску 4х6 см. Сложим пополам. Нарисуем и вырежем лапки ласты. Делаем клюв. Оранжевую полоску бумаги 4х5 см. Сгибаем пополам. Двойную сторону отрезаем округло, чтобы было похоже на клюв. А сторону сгиба отогнем примерно на половинку сантиметра. Отогнутую часть расправим, чтобы получился двойной клюв. Приклеивать его будем за эту центральную часть. Из оранжевой бумаги сделаем гребешок. Полоску 3х5 см согрем пополам по длинной стороне. Двойной край отрежем зигзагом, как перышки. Сторону сгиба отогнем примерно на полсантиметра. Из-за нее мы будем приклеивать гребешок к игрушке. Сделаем глазки. Для этого вырежем из черной бумаги 2 кружка примерно 1 см в диаметре. И 2 белых кружка в диаметре примерно с половинку сантиметра. Наклеим белый кружок на черный. У нас получились глазки. Но глазки можно сделать из пуговиц, бусин или купить готовые подвижные. Собираем нашу игрушку. К большему колечку приклеим лапки, крылья. Для устойчивости можно согнуть это кольцо в том месте, где должен быть хвостик. К меньшему кольцу приклеим клюв, глазки и гребешок. Оформим голову. Посмотрите, какая замечательная игрушка получилась у моей помощницы Алины. А мы приглашаем вас в библиотеку за прекрасными, очень интересными и познавательными книгами Бориса Житкова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok